Переходим к более сложной теме – двумерные массивы. До этого мы рассматривали одномерные массивы, а теперь мы рассмотрим двумерные. Двумерные массивы – это массив массивов. Давайте поймем, что это такое. Итак, у нас есть одномерный массив, я его нарисовал вертикально. До этого мы рисовали горизонтально, а теперь я нарисовал вертикально. То есть это у нас одномерный массив А, в котором индексация от нуля до двух. Двумерный массив – это массив массивов, то есть элементами массива являются массивы. То есть каждый элемент тоже массив, то есть каждая ячейка тоже разбита на ячейки. Давайте рассмотрим, как это. То есть у нас есть массив, первой ячейкой является вся строка, второй, то есть у нас элементами массива являются массивы, из-за этого у нас двумерные массивы. Давайте рассмотрим, как с ними работать. Их можно представлять как таблицу, либо матрицу. У нас есть строки и столбцы. Чтобы создать двумерный массив, нам нужно указать тип, то есть какой тип будет у всех данных. Какие данные будут у нас в таблице или в матрице. Далее у нас в квадратных скобках идет одна запятая. Далее имя массива, new какой тип, оно должно совпадать с типом, который мы указали в начале. И в квадратных скобках, внимание, указываем два числа. Это количество строк и количество столбцов. Например, давайте создадим двумерный массив A целого типа, в котором будут три строки и четыре столбца. Это пишется следующим образом. Теперь, как обращаться к элементам? К элементам нужно обращаться через строку, указав строку и столбец. И на пересечении этой строки и столбца находим элемент, к этому элементу и будем обращаться. То есть, если мы напишем A01, это означает нулевая строка, вот нулевая строка и первый столбец. На пересечении находится наш элемент. Все просто. Как с двумерного массива мы можем как считывать, так и записывать. Обращаемся по имени, указываем строку столбец и присваиваем значение. Также для считывания просто указываем опять имя, какой индекс строки и какой индекс столбца. Продолжение следует...